Последняя наша с вами сегодняшняя встреча, последняя наша беседа. Павел пишет письмо филиппийской церкви, которая началась с Лидии, с небольшой группы людей, потом продолжилась покаянием тюремного стража и его семейства. Интересно, недавно я читал книжку еще про Павла, который автор, ну видите, иногда с Павлом происходят такие вещи, или с нами, когда мы говорим о Павле, нам хочется дополнительной информации, когда информации мало, начинаются домыслы. Вот автор этой книжки говорил о том, что возможно Павел был влюблен в Лидию, помните Лидию, которая толковала по границе, именно поэтому она пригласила его к себе в гости, но Павел с разрывающимся сердцем должен был потом идти дальше, потому что он понимал, что вот у нее бизнес, ее с собой это сказать нельзя, как бы вот разорение будет, но она была главной из филиппийских христиан, поскольку она была зажиточной женщиной, она была главной в поддержке апостола Павла, то есть вот потом она на протяжении всей жизни, всего служения Павлу деньги посылала. Я не готов под этим подписаться, эту историю, это предположение я вам рассказываю только для того, чтобы вы поняли, как часто на основании очень небольшого библейского текста, очень небольшого библейского материала строится предположение. Может ли быть такое? Ну, конечно, может. Возможно такое? Возможно. Можем ли мы быть в этом уверены? Думаю, что нет. А изменит ли это как-то наше практическое служение, если это действительно так? Скорее всего, тоже не изменит. Ну, правда, тогда, если это действительно так, то можно порекомендовать молодым пасторам найти богатую возлюбленную сестру, которая потом его на протяжении всей жизни поддерживать будет. Но тогда этим пасторам нужно быть, по крайней мере, калибра апостола Павла, что тоже для нас сегодня вряд ли достижимо. Просто, разработаясь с библейским текстом, нужно быть очень аккуратным, чтобы не впасть в домыслы. Иначе начинаются те самые басни, роскоязни, о которых потом апостол Павел будет предупреждать уже в своих пасторских посланиях. Ну да ладно. Послание филиппийцам. Основная тема послания, письма к филиппийской церкви заключается в радости. Тема радости. Того, что вопреки всем обстоятельствам, вопреки всем невзгодам во Христе мы имеем подлинную настоящую радость. Павел понимает, что его жизнь, возможно, подходит к концу. Но он понимает также, что на этой земле его держат определенные обязательства по отношению к другим людям. В частности, по отношению к тем же самым филиппийцам. Он знает, что Господь их не оставит. Раз Бог начал в них доброе дело, то он способен завершить это доброе дело. Но при этом Павел понимает и свою функцию. Он предпочел бы оказаться со Христом. Он говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Он хотел бы приобретение смерти, он хотел бы быть со Христом. Но пока для других, для тех же самых филиппийцев гораздо важнее, чтобы Павел оставался в живых, чтобы Павел оставался вместе с ними. И еще увидел их, чтобы они еще встретились к лицам к лицу. Послание филиппийцам знаменито еще одним фрагментом, который постоянно цитируется. Филиппийцам вторая глава, начиная с пятого стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Или он не держался, по-другому, он не держался за равенство с Богом. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это самоопустошение, самоуничижение Христа, когда Христос добровольно отказался от проявлений своей божественной природы. Когда Христос добровольно отложил свою божественность, не лишившись ее. Он отложил ее для того, чтобы стать таким, как мы. Я понимаю, что мы никогда этого до конца не осознаем, никогда не поймем до конца, что это такое, о чем идет речь. Приведу маленький пример, который мне в свое время очень помог. Когда я еще учился в университете в Москве, у нас было нескольких столовок. Несколько столовок. У нас была студенческая столовка, где кормили хорошо. У нас была столовка для аспирантов, где кормили лучше, чем хорошо. У нас была столовка для профессорского состава. Как там кормили, я не знаю, потому что никогда там не был. Заходил, но кушать мне там никогда не доводилось. У нас был банкетный зал. Как там кормили, я знаю. Один раз я туда попал и очень был удивлен видеть в стенах университета такие вещи, как красная икра и прочее. Но это для особых, для избранных, для особых случаев. Я случайно туда попал. Я удивился, что с нас никто деньги за это не взял. В общем-то с меня и взять тогда было нечего. Поэтому даже приятно было. И вот я с привычкой к тому, что вот обстоит дело вот так, что есть хорошо, есть лучше, есть еще лучше, есть заоблачно. Я приехал в Штаты, в Америку, в семинарию. И вот стою в семинарском кафетерии в очереди. И смотрю, сзади меня стоит уважаемый ученый, автор многих книг, заведующий кафедрой, доктор наук. Вообще светило науки, с которым даже рядом стоять, думаешь, вот может быть правда обувь снять, потому что стоишь на святой земле. Хотя ты понимаешь, что это не так, что он человек, а не бог. И я движимый инстинктом, ну во-первых, я думаю, а почему он здесь, как он сюда заглянул. Потом смотрю, там другие преподаватели тоже стоят. Ну думаю, ладно, наверное, сегодня какой-то день игры в демократию. Что-нибудь такое особое. Вот, и я ему говорю, доктор Меррил, проходите, пожалуйста, сюда. Я ему уступаю место в очереди. И он не понял. Говорит, а зачем? Вот, и я такой, ну как, вам, наверное, нужно приезжать. Говорит, нет, у меня есть время. Вот, и говорит, ты сегодня с кем-нибудь обедаешь, да, я с тобой пообедаю вместе. Меня охватил легкий шок. Я смотрю вокруг, да, вроде что-то сидят как-то вместе все. Вот, но я же ни одной книги не написал, диссертации не защитил и прочее. А оказалось, это не важно. Вот, Христос вышел из небесного банкетного зала, спустившись в нашу земную студенческую столовку, в которой, к тому же, очень дурно пахнет последствиями нашего греха. Вот, понимаете, вот так. Так, вышел и не побрезговал, и был среди нас. Вот это и есть его самоопустошение. Вот это и есть его самоуничижение. Дальше мы читаем. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Послание филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стихи. А раз это так, раз сам Иисус на это пошел, так и мы, тем более, можем быть готовы и должны быть готовы отказаться от каких-то прав, от каких-то претензий ради служения Христу. Филиппийцам 4.4. Человек, находящийся в заключении, человек, которого промытарили уже несколько лет, обращаясь с филиппийской церковью, говорит, «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот вам смысл послания филиппийцам. Прочитайте его. Это послание ободрения людям, которые очень дорогие, которые очень важны, которые очень милы, которые очень близки апостолу Павлу. Это послание ободрения людям, которые тоже проходят испытания, но которым при этом есть чему радоваться. И радуются присутствию Христа, общению со Христом. Субтитры создавал DimaTorzok